Итак, приступаем с вами к заданию 3. Вам нужен холст, я напоминаю, копирка, ваш эскиз, ткань или футболка, ручка шариковая, ватные диски. Три цвета у меня, желтый, фиолетовый и голубой. У вас, возможно, какие-то другие цвета. Надеюсь, вы посмотрели таблицу цветовую комбинирования. Там есть подсказки. Кто-то, возможно, сам захочет комбинировать. И это тоже не возбраняется. Дальше у нас с вами вода для кисточек. Вода для ватных дисков. Вы сейчас узнаете, почему и для чего. Дальше у нас с вами кисточка единичка. У вас кисточка 12, а теперь секрет. У меня есть вот такая вот, но она уже сильно рабочая кисточка. Кисточка когда-то была предназначена для румян и теней. Я ее использую тоже как рабочую. Вы тоже потом узнаете, для чего. Вы можете себе приобрести такую же на самом деле. И это будет вам большое-большое подспорье в будущем. Тряпочка. И, соответственно, салфетки для рук, чтобы вытирать, если вдруг испачкать. Я бы себе сразу не столью. И так, приступаем к третьему заданию. И так, поехали. Я сегодня делаю вот такой из кисточки. Мне захотелось сделать эту кушку. Я вам показывала, что ее нужно распределить сбоку на изделие. Мы с вами берем, соответственно, ткань. Сначала холст у нас с вами идет. Я вам уже в голосовом рассказала, для чего и почему именно холст, а не картон. Более такой бюджетный вариант. Мы берем с вами ткань или нашу футболку. Если это у вас футболка, вы, соответственно, закладываете холст вот таким образом. То есть вы его делаете в футболку. Вот так, да? Если ткань, то вы просто кладете на холст соответственно ткань. Ткань. Дальше мы с вами берем свой скид, который вы выбрали. В зависимости от того, как он у вас располагается. У меня, например, он располагается сбоку. У вас, возможно, эскиз какой-то центровой, я не знаю. И так далее. Вы располагаете свою копейку. Я располагаю копейку вот таким вот образом. Потом я располагаю своего кота супер-пупер. Потом мы с вами берем шариковую ручку. Почему шариковую? Потому что гель его очень плохо продавливает, на самом деле. И начинаем обводить контур. Старайтесь достаточно сильно нажимать. И обводим с вами полностью свой эскиз. Поэтому для начала я вам подбирала достаточно простые графичные эскизы. Дальше мы с вами убираем эскиз. Убираем нашу копейку. Это для тех, кто сильно волновался. Ай-яй-яй, я не умею перерисовывать. И такие у меня есть. Перерисовывать ничего и не надо уметь. То есть, соответственно, вот что у нас с вами получается. Дальше вы кладете свой эскиз перед собой. Чтобы на него смотреть. Не нужно, а убираете. Можете открыть эскиз на телефоне. Что даже будет удобнее для вас. Дальше мы с вами берем чистую воду. В которой не полощутся кисточки. Дальше мы берем с вами свои цвета. Я вам говорила про то, что их должно быть два или три для начала. Я беру голубой. Я беру фиолетовую. Я беру желтую. И я, наверное, я хочу, чтобы это были более светлые цвета. Я, скорее всего, так и сделаю. И я хочу их сделать более светлые цвета. И, соответственно, я взяла еще белую краску. Которые я наведу в более светлые цвета. То есть, просто смешаю и делаю их более пыльными. Я хочу сделать более пыль фиолетовый. Потом я перейду к другим цветам. Дальше мы берем с вами ватный диск. Вода у вас должна быть теплая. Не ледяная, а теплая. Вы смачиваете. Сильно не отжимаем. Дальше вы берете цвет и выливаете. И дальше в хаотичном порядке. Как вам видится для начала? Как чувствуется? Вы заливаете цвета. Так. Дальше я хочу, наверное, залить голубой. Без того, чтобы его с белым смешивать. Верю другой ватный диск. Дальше я делаю голубой. Дальше я делаю голубой. Дальше я делаю голубой. Интенсивность меняется, если вы, например, краску подзалили. И потом тот же самый ватный диск еще немножко взболтнуете в воде, комакиваете. Отжимаете. И проходите. Видите, получается более такой светлый оттенок. Более прозрачный. Дальше я хочу сделать светло-желтый. Соответственно, я беру белый цвет. Немножко желтого. Смачиваю. Сильно не отжимаю. Чем сильнее вы отжимаете, тем меньше у вас получается заливка. И больше таких получается, как бы я сказала, тык-тык. Больше у вас получается интенсивность. Да, в соответствии. Нет, сильная интенсивность я так не вижу. Но хочу это сделать вот таким полморцем. Чем светлее и прозрачнее вы хотите цвет, тем больше можно полоскать будет ватный диск. Вот таким получился мой, соответственно, выбор. Вот такой вот такой вот заливки. Теперь мы берем с вами фен. У меня уже такой хорошо рабочий фен. Закрываем краску. Она вам не понадобится. вам понадобится уже краска более темного цвета. На самом деле вы можете использовать не обязательно черный. Это может быть темно-синий, в зависимости от того, например, какого у вас цвета. Да, то есть если, например, вы берете светло-фиолетовый, пыльно-фиолетовый, как сделала я, то вы можете использовать обводку кота темно-фиолетовую. И вот если у нас с вами голубой, значит, мы там с вами смотрим по схеме цветовой. Это, возможно, синяя обводка может быть. А на самом деле черная обводка я возьму черную обводку, графичную. Но, повторяюсь, черный цвет – это не обязательно. Все зависит от вашей фантазии, и мы исходим из ваших цветов. Ну, темно-желтая нет, не подойдет. Вот. На самом деле это может быть даже белым. Мы можем сделать это даже белым. Все зависит от того, что у нас в голове и для чего данное изделие нужно. Может быть, это какая-то юбка, принт на юбке. Если сделать, например, по всей юбке, к примеру, таких, как в каких-то, я не знаю, бабочек, к примеру, да, например, не кота взять, ну, каких-то бабочек, какие-то, я не знаю, круги или что-то такое. Сушим свою работу. Причем хочу сказать, что сушим именно, прям сушим, она должна быть сухой. Дальше мы с вами берем петельничку. И прорабатываем наш контур. У меня контур в данном кольфе однородный. У кого не однородный, у кого не однородный контур, тот, у кого он не двойной, как у меня, тот ведет контур, как мы с вами учились. Где-то толще, соответственно, где-то тоньше. Обводите свое изделие. Там, где нужно заливать черным, вы, соответственно, заливаете. У меня залиты глаза и нос. Если вам кажется, что единички, единичка для вас очень тонкая, например, вы работаете вот с таким двойным, с двойным контуром, как и я, то вы можете взять соответственно двойку. Четверку не рекомендую брать. Тогда у вас получится неаккуратно. Вы можете заехать, вы будете переживать. Так, прорабатываем наш контур. Все, как у вас на картинке. Картинки очень легкие, подобрала специально, чтобы вам было удобно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как вы сделали свой контур, вы его просушиваете. Продолжение следует... В данной работе контур толстый оправдан, потому что это такой детский стиль, скорее всего, я бы даже сказала, какой-то стиль, который, я не знаю, дома на стенах рисует, на суайте, это какой-то такой стиль. Но я, например, считала, что моему коту не хватает смешных зрачков. Кстати, о зрачках, скоро мы перейдем с вами к уроку, когда мы будем рисовать разные глазки. То есть, глазки, а зрачка которых будет понятно, куда смотрит ваш персонаж. Я решила своему коту сделать смешные глазки, поэтому мои зрачки будут располагаться вот в такие вот области. Если кто-то взял бабочки, например, то где-то можно, где-то можно сделать в белой точке. Это будет выглядеть очень графично. И дальше сушим работу. И вроде бы казалось, что можно работу так и оставить, если бы это не была я. И ловите от меня лайфхак. Итак, берем с вами еще один ватный диск. То, что наша вода уже окрасилась, это не страшно, потому что мы будем пользоваться с вами черной краской. Достаточно хорошо отжимаем, но не насухо, так сказать. И краешек совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть мы делаем черную красочку. Чуть-чуть, не переборщите. Я хочу своему коту сделать в каких-то местах тенюшечки. Вы, исходя из своего эскиза, я не знаю, кто какой выбрал, тоже где-то можете сделать тенюшечки. Я самокату сделаю вот здесь. Такие вот, которые расплываются. Это мой стиль. Я им пользуюсь всегда и очень люблю. Очень. Мои клиенты его тоже любят. Я даже им пользуюсь уже в работах, которые, в принципе, хорошо так качественно прорисованы, по полной программе. Все равно я им пользуюсь. От того, что он заезжает до самого катать, вообще ничего не страшно. Сейчас вы поймете, почему. Я вас учу своему стилю. Так, и я хочу сделать их внизу. Где-то толще, где-то сходя, например, на нет. Я хочу оставить, наверное, где-то вот так. Дальше я беру и сушусь. Единственное, что не хотелось бы, чтобы где-то драности были. То есть, заливки где-то отрывались прям сильно. Дальше я его сушу. Дальше я беру свою супер чудо-кисть. Вы можете взять свою двенашку круглую. У меня двенашка плоская. На самом деле, хочу вам сказать, что каждая кисточка дает свои брызги. И это нужно пробовать на самом деле. Плоская кисть дает одни брызги. Круглая кисть дает другие брызги. Вот такая вот плотная кисть, да, косметическая дает третьи брызги. То есть, какие-то тоненькие крапинки дают, кто-то дает косые. То есть, к брызгу мы с вами еще вернемся и будем их хорошенечко изучать, чтобы это были разные у вас, прикольные, интересные. Я беру, значит, краску. Так как у вас краска уже новенькая, точнее, еще новенькая, у меня уже не новенькая, у меня смачиваемый водой. Вы этого можете абсолютно не делать. То есть, у вас новые кисточки и новые краски жидкие. Где-то чуть-чуть я делаю около ушек. Вот так вот. То есть, там, где я сделала тени. Где-то чуть больше. Где-то переходящие меньше. И также делаю там, где тень. То есть, соответственно, делаю, получается, брызги на саму тени. Если наезжает, например, это ничего страшного. Такой стиль. Я с этого стиля начинала, работала в нем несколько лет. У меня были в нем заказчики. И Дай научилась делать это, соответственно, качественно. Вот что у нас с вами получается. Дальше мы с вами берем фен и сушимся. Ну и дальше я была бы не я, если бы я не оформила, соответственно, дальше не сделала кастомизацию, да, так сказать, своей ткани и фона. Так как это напоминает достаточно детский рисунок на стене или на асфальте, я беру белую краску и делаю просто абсолютно детских человечек. Где-то это девочка такая. Где-то это будет мальчик. Я не стараюсь это класть в два слоя. Тут мне недавно спросили, как сделать, чтобы на темной ткани была видна белая краска. Где-то это действительно надо, да, чтобы была видна. И тогда вы кладете второй, иногда и третий слой. Мне в данной работе не нужно прокладывать это по второму слою. Объясню почему. Потому что центральная фигура, центральная картинка, это вот этот вот самый, соответственно, код. Где-то я делаю, например, крестики-нулики. То есть, как будто здесь писывали, играли. Детям. Где-то я делаю кружки. Где-то я делаю кружок больше, где-то кружок меньше. Где-то, возможно, например, облачко. Главное, не переусердствовать, чтобы это не было, не перетягивало сильно на себя внимание. То есть, делать практически полупрозрачными, а, соответственно, просто в один сло. Где-то это просто солнышко, например, здесь. Старайтесь кружки рядом с друг с другом не располагать одинаково размером. Потому что это выглядит негармонично. Где-то это ромбик. Вот что у нас с вами, точнее, у меня получилось. Наверняка у вас что-то тоже получилось. Сейчас я буду вас учить закреплять. Соответственно, вы сушите свою работу. И дальше мы с вами переходим к закреплению. Для закрепления вам понадобится гладильная доска, тряпочка ФБ, которая сможет закрыть всю вашу работу, и утюг. Утюг, ну, по поводу утюга, дальше. Дальше мы с вами берем утюг, ставим его на хлопок и выключаем фар. Если у вас есть такая возможность, то лучше, чтобы ваша работа просушилась в течение суток. А потом вы только приступайте к ее закреплению. Ну, так как я сейчас с вами записываю урок, у меня нет такой возможности. Я ее просушила очень-очень-очень хорошо. Сейчас я просушу еще дальше. Беру ткань ФБ, нагревается у нас в фаркаунцуг в один слой. Накрываю нашу с вами работу ровно. И начинаю ее закреплять. То есть, где-то проглаживаю и утюг оставляю. Чуть-чуть прогладила, чуть-чуть оставила. Чуть-чуть прогладила, чуть-чуть оставила. И так вы делаете по всей своей работе. Соответственно, холст вы, естественно, вытаскиваете. Делается уже, естественно, без холста. Просто вытаскиваете, холст убираете. Кладете свою футболку или свою ткань на плодилку. И просто через тряпку закрепляете, проглаживаете свое изделие. Свою работу, свой рисунок. Вот работу вы закрепили. Вот что у нас с вами получилось. Сейчас покажу. Субтитры сделал DimaTorzok